Если не узрим сердцем на земле Бога, и в небе не узрим. Божий мир и Божественные откровения Божественные откровения происходят с человеком, когда Бог открывает Себя каждому из нас естественным способом – через видимый нами мир, природу и через нашу совесть. Рассматривая окружающий нас мир, мы познаем Бога через красоту и гармонию, наполняющие его. Мы наслаждаемся видом бегущих облаков и цветущих растений, которые бывают самых разных оттенков и видов. Слушаем пение птиц, сотканное из чудесных мелодий. Заглядывая в глубины морские, наслаждаемся необыкновенной красотой рыб. Рассматривая звезды, рассыпанные по небу словно бисер, мы не перестаем удивляться, что все это – отдельные миры. Многие звезд, такие же, как наше Солнце и Луна, а есть такие, которые во много раз больше. Все они стройны и согласно движутся по своим траекториям. Созерцая окружающее нас пространство, человек задает себе вопрос – «Кто Создатель всего многообразия и великолепия нашей планеты?» Ведь в природе нет ничего случайного. Все продумано и взаимосвязано. Весь окружающий нас мир – есть великая книга Откровения Божия, свидетельствующая о всемогуществе и премудрости Бога Творца. Однако одного естественного Откровения через природу еще недостаточно. Грех помрачает в человеке ум, совесть и волю. Сердце делается черствым, и человек становится неспособным замечать удивительную гармонию мира. Потому Господь и восполняет естественное Откровение сверхъестественным, чудесами и словами, которые открывает человеку сам и через своих ангелов. Не все люди достойны принять Откровения от самого Бога, и Господь избирает особенных, праведных людей, которые могут принять это Откровение. Самое полное Откровение принес на землю воплотившийся Сын Божий, Господь наш Иисус Христос. Это Божественное Откровение и теперь распространяется между людьми и сохраняется в истинной, святой православной Церкви посредством священного предания и священного писания. От начала мира до Моисея не было священных книг. И учение о вере Божией передавалось устно, преданием, то есть словом и примером от одного другому и от предков потомкам. В дальнейшем, чтобы Божественное Откровение сохранилось вполне точно, по внушению Господа некоторые святые люди записали самое главное в книге. Сам Бог, Дух Святой, невидимо помогал им, чтобы все, что в этих книгах написано, было правильно и истинно. Все эти книги, написанные Духом Божиим через освященных на то людей, пророков, апостолов и других, называются Священным Писанием или Библией. Библию мы разделяем на две неравные по объему части – более древнюю, Старый или Ветхий Завет, и более позднюю, Новый Завет. В Ветхом Завете запечатлен огромный исторический процесс, который проходил перед глазами современников на протяжении около двух тысяч лет. Новый Завет охватывает период земной жизни Богочеловека Иисуса Христа и Его ближайших последователей. Для нас, христиан, конечно, более важен Новый Завет. Главное содержание Ветхого Завета состоит в том, что Бог обещал людям Мессию, Спасителя мира, и приготовлял их к принятию Спасителя через постепенное откровение, через заповеди, пророчества, молитвы и богослужения. Главное содержание Нового Завета состоит в том, что Бог действительно даровал людям обещанного Спасителя, Единородного Сына Своего, который и даровал Новый Завет или Союз Людем. Изучать Священное Писание и Священное Предание нужно нам для того, чтобы больше узнать о Боге, Который создал мир для жизни и пользы людей, для каждого из нас. Так бесконечно любит нас Бог. И если мы будем любить Бога и жить по закону Его, то многое в мире нам станет ясным и понятным, и душа наша будет полна гармонии, любви и радости. Радость эта никогда не прекратится, и никто не отнимет ее, потому что Сам Бог будет с нами. Познавание Бога есть прикосновение к Его славе, жизнь в Боге. Субтитры создавал DimaTorzok